Между дисциплинарная гастроэнтерология Первая встреча, первое знакомство, если хотите, первая передача И, наверное, по этой причине, потому что она первая, мы решили взять вот такую интересную тему Нам она кажется интересной Хеликобактерная инфекция, разбор типичных ошибок в диагностике и лечении Но, впрочем, о чем это я? Сам это главное, что мне нужно представить не только себя Не только анонсировать цикл передач, но и представить, конечно же Моего сопредседателя, коммодератора, если хотите Моего здесь самого главного участника, профессора Бакулину Наталью Валерьевну Итак, встречайте нас в эфире, Наталья Валерьевна Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья Спасибо большое за приглашение, за возможность пообщаться И, конечно, всегда приятнее разбирать чужие ошибки И учиться на чужих ошибках Мы сегодня будем об этом говорить для того, чтобы избежать собственных Ну и мы начинаем Начинаем, что называется, с места и в карьер Действительно, уже было анонсировано, что речь пойдет об ошибках Об ошибках разного, самого, что называется, разного рода И, так, ну давайте мы посмотрим, как работает наша техническая группа Вот так, вот так это будет У нас сегодня несколько вопросов Несколько вопросов, на которых нам хотелось бы остановиться Вот они все, а их всего четыре Речь пойдет о разных аспектах Которые ассоциированы с необходимостью вести пациентов с хеликобактерной инфекцией в клинической практике Итак, вопрос первый Давайте мы его озвучим Эрадикация хеликобактерной инфекции Зачем ее проводить? Вот так мы поставили себе первый вопрос Ну и напомню, что в каждом вопросе мы красной строкой будем подчеркивать или резюмировать те ошибки, которые наиболее часто встречаются Которые нужно в первую очередь думать о том, которые нужно избежать Ну и, наверное, в самом начале следовало сказать, что мы будем ждать, наверное, обратной связи Для того, чтобы в дальнейшем решить, наверное, с вами и частные вопросы В отношении тех ошибок, связанных с введением пациентов с хеликобактерной инфекцией в клинической практике Наталья Валерьевна, что значит вот этот слайд? Он нас должен запугать канцер-регистр, глобальный канцер-регистр Или мы должны обратить в этом плане внимание на какие-то конкретные локализации онкоплодологии? Дорогие друзья, уважаемый Игорь Геннадьевич, наверное, так как мы говорим об ошибках Самой главной ошибкой было бы сейчас задать вопрос Зачем проводить эрадикацию хеликобактерной инфекции? С позиции 30-летней истории изучения этого вопроса Конечно, наверное, уже время ушло этих вопросов Зачем? Но если у кого-то еще остались вопросы А мы, кстати, на каждых конференциях, на каждом новом цикле повышения квалификации Обязательно задаем вопрос врачам Нужно проводить эрадикацию или нет? И зачем? И, к сожалению, несмотря на то, что уже колоссальный опыт накоплен Некоторые позволяют себе сомневаться Поэтому давайте посмотрим, к чему приводят такие сомнения Перед вами глобальный регистр Глобакан, Global Cancer Register Который ведет Всемирная организация здравоохранения Общество по изучению рака И Российская Федерация участвует в предоставлении данных в этот регистр И мы с вами посмотрим сейчас фокус Что нас с вами интересует Длительное время не обновлялись данные И вот сейчас была выгружена в систему информации за 2022 год И вы видите, что происходит в России Итак, спасибо большое, Игорь Геннадьевич Я думаю, что вы мне будете помогать Если взять нашу популяцию По заболеваемости за 2022 год Вы видите, что рак желудка находится на пятом месте И это много, уважаемые коллеги 38 тысяч новых случаев И посмотрите, какая высокая летальность То есть практически, ну не знаю, посчитать 60% пациентов умирает Почему в России умирает от рака желудка? Первое, мы своевременно не производим диагностику Хеликобактерной инфекции Второе, даже получив результат положительный на хеликобактер пилори Сомневаемся, лечить или не лечить Ну и, наверное, третье, поздняя выявляемость самого рака То есть пятое место по распространенности в России И третье место по смертности Да, и если посмотреть частоту заболеваемости рака У мужчин и женщин, конечно, это разное Ну и требуется, наверное, пояснение Что у мужчин на первом месте рак легких и простаты А у женщин на первом месте рак молочной железы Колоректальный рак Ну и все другие раки Как представлено на этой диаграмме Уже встречается в меньшей степени Но достаточно часто Ну и вот такая неутешительная карта Заболеваемость раком желудка И смертность от рака желудка в Российской Федерации Вы видите с правой стороны Вот такое пылающее красное огниво Это неблагоприятная ситуация по раку желудка в нашей стране Много, к сожалению, много людей умирает от рака желудка И заболевают раком желудка Синее окрашивание в виде темно-синее То есть уже, ну, хочется сказать, хуже некуда И, наверное, люди, которые сейчас заболевают и умирают раком желудка Это в какой-то степени и наша с вами вина Поздняя диагностика И слишком много сомнений в отношении того Верить или не верить в проблему хеликобактерной инфекции И вот это прогнозы, прогнозы Международного агентства По изучению рака, Всемирной организации здравоохранения По Российской Федерации, они неутешительны Но мы же с вами для того и собрались здесь В этой аудитории для того, чтобы бороться Но я даже не побоюсь слова Такого невежества в отношении антихеликобактерщиков И давайте мы сделаем так, чтобы все ошиблись И цифры по заболеваемости и смертности от рака желудка В 2040 году в России были гораздо лучше То есть меньше Это вот такой был прогноз на 40-й год Но у нас действительно есть антихеликобактерщики У нас были антиковидники Как угодно их можно называть Но статистика говорит сама за себя И вот от России мы сейчас спустились немножко сюда В северо-западный федеральный округ И тоже смотрим рак желудка Это уже данные не Глобакан А данные нашего главного онколога, академика Каприна И здесь мы видим, что Помимо того, что есть сравнительные данные России и северо-западный федеральный округ И каждый из регионов или субъектов Северо-западного федерального округа Но на что здесь хотелось бы обратить внимание Посмотрите, выявляемость на 3-й, 4-й стадии рака желудка Вот что нас должно беспокоить Как вы видите 3-я, 4-я стадия Просуммируя это почти 50% А в некоторых регионах Это даже и 60% И отсюда Обратите внимание Летальность уже на первом году От 40 до почти 60% На первом году уже ничего нельзя сделать Я думаю, что эти аргументы должны Всех сил аудитории, которая сегодня с нами Все-таки аргументировано убедить необходимости Что-то делать в отношении рака желудка Речь идет, конечно же, не только об онкоскрининге Но и об онкопрофилактике Уважаемые коллеги Разрешите представить вам собственные данные Проблемой хеликобактенной инфекции Мы начали заниматься достаточно давно Может быть даже в числе одних из первых Ученых в России И с 2015 года Мы ведем базу данных Пациентам по результатам С-13 уриазного дыхательного теста Мы еще о нем поговорим О том, что это референс На сегодняшний день В диагностике хеликобактерной инфекции Что же мы видим В 2015 году Половина обследованных людей Были инфицированы хеликобактерной инфекцией И это большие данные Посмотрите, какое количество пациентов Мы обследовали И, конечно же, сейчас положительный тренд Уменьшается количество инфицированных людей По нашим данным В 2023 году В Санкт-Петербурге Число инфицированных Было 32,7% То есть тренд положительный Все-таки мы достучались Мы работаем И есть шанс у нас С вами справиться С теми негативными тенденциями Их преодолеть И так вы видите Динамику распространенности По результатам Более чем 50 тысяч Обследованных пациентов Сделали такой резкий переход От рака желудка К хеликобактерной инфекции Наверное, всем станет сейчас понятно Куда мы приведем То есть речь идет о том Что абсолютно четкая связь Хеликобактерной инфекции И рака желудка И сейчас попробуем это доказать И, конечно, уважаемые коллеги Ведь хеликобактер пилори Это канцероген первого класса Абсолютно доказанный канцероген И на сегодняшний день В общем-то уже Прекратили даже спорить Нужно проводить эрадикацию или нет И мы это покажем На консенсусных документах Еще одно очень интересное исследование Которое мы выполнили В Гатчинской больнице Это Ленинградская область Мы приехали в эту больницу Вместе с клиническими ординаторами Аспирантами И у сотрудников больницы А, кстати, средний возраст Был достаточно молодой Мы посчитали Большинство людей было до 45 лет Мои медсестер включали в это исследование Протестировали 173 работника Гатчинской больницы Ну и, конечно, хочется сказать спасибо Председателю комитета По здравоохранению Ленинградской области Александру Вячеславовичу Жаркову И главному врачу Гатчинской больнице За то, что мы смогли реализовать этот проект Что же мы увидели 2023 год Если инфицированность Среди обследованных пациентов Составляла 33%, То инфицированность Среди медперсонала Была 50% Есть над чем подумать И над чем работать И антитела Келикобактерной инфекции Были выявлены почти у 60% людей Которые работают в Гатчинской больнице Как факт того, что у них когда-то Была хеликобактерная инфекция А может быть даже сейчас Текущая хеликобактерная инфекция И, конечно, сейчас мы с вами Оглядываемся на новый Междисциплинарный консенсус Который был опубликован в 2024 году И приятно отметить, что наши данные Данные, которые мы получили При обследовании пациентов Санкт-Петербурга Большие данные Полторы тысячи пациентов Попали в это исследование Как раз таки Приводятся в метаанализе В этом исследовании Что мы знаем? А мы знаем о том, что Хеликобактер пилори Поэтому он и пилори Начинает свой жизненный путь В организме с пилорического отдела А дальше Если мы не реагируем на его присутствие Не ищем, не диагностируем Не проводим эрадикацию То он прекрасно себя чувствует Еще и под влиянием ингибиторов протонной помпы И совершает экспансию Захватывает весь желудок То есть пангастрит бывает Другой гастрит Аутоиммунный гастрит Хеликобактерный Который своим исходом Представляется в виде атрофии Фундального отдела Тела, желудка Начинается сверху В фундальном отделе Но самая большая проблема Когда сочетается Аутоиммунный гастрит И гастрит Вызванный хеликобактерной инфекцией И тогда К раку человек Не ползет А просто бежит Еще и в припрыжку Поэтому, конечно Уважаемые коллеги Фокус сейчас на выявлении Хеликобактера И признаков Аутоиммунного Атрофического гастрита Игорь Геннадьевич Как вообще себе представить Вот эту всю цепочку От воспаления до рака Вот именно эта таблица Наверное, схематично И показывает И является ответом На этот вопрос Где связь между Хеликобактерной инфекцией И раком желудка Этот так называемый Каскад коре Открыт, как вы видите Достаточно давно Он публикован был Уже больше 20 лет назад Речь идет о том Что именно воспаление И является тем первым этапом По сценарию В дальнейшем Если имеет место Или аутоиммунный процесс Или все-таки Хеликобактерная инфекция Сохраняет свое Агрессивное воздействие То воспаление Неминуемо приводит К атрофии К кишечной метаплазии И, к сожалению В дальнейшем Опять же Если не заметят Это все И не лечить инфекцию Следующим этапом И является Дисплазия Низкой И высокой степени Дали рак желудка Вот почему мы сегодня Говорим про хеликобактерную инфекцию В контексте Рака Желудка И более того Наверное здесь можно сказать Что если Вот здесь Можно одну минуточку Я бы хотела сказать Что Пилай Каре Который придумал Этот каскад Он кстати жив Он уже В таком почтенном возрасте Но я недавно Видела фотографии С нашими коллегами И порадовалась Что он жив А каскад Он придумал Более 50 лет назад Вот так И тогда еще ничего не знали О хеликобактерной Еще в прошлом веке Но вот здесь Мы не показали Но тем не менее Хотелось бы сказать Что очень много вопросов И у пациентов И у докторов Различных специальностей Является Вопрос Обратима ли Атрофия Обратима ли Явление Кишечной метаблазии Или то состояние Или тот гастрит Который сопровождается Вот этими проявлениями В том числе Дисплазией Здесь Может быть Немножко забегая вперед Но сказать хотелось бы одно Что вот как раз Когда стадия атрофии Кишечной метаблазии Тем более Когда еще есть Только воспаление И минимальные проявления атрофии То это тогда Когда Это как раз Те этапы Которые Возможно С точки зрения Фармакотерапии Обратимы И сегодня Есть и большая Доказательная база Может быть У нас сегодня Это не тема Сегодняшнего дня Но тем не менее Хотелось бы сказать Что после эрадикации Вот как раз Отвечая на вопрос Зачем После эрадикации Мы достигаем Регресса атрофии Иногда Эти процессы Заходят далеко И этому надо Медикаментозно Помочь Но тем не менее Это как раз Те этапы Вот именно Те этапы Когда еще Обратимый Обратимость Или эргресс Этих процессов Возможны Давайте это Пожалуйста Запомним И именно По этой причине Мы говорим О необходимости Лечения И проведения Эрадикации Санации От хеликобактерной Инфекции И мы идем дальше Я хотел сказать Что на сегодня Как раз Атрофия Является По последним Уже согласительным Консенсусом Документом И здесь Приводим мы Последний Мастрихский Консенсус Шестой Пересмотр Где указано Что атрофия Как раз Атрофический Гастрит Читай Является Основным Признаком Основной Детерминант Риска Рака Рака Желудка И я хотел Может быть Здесь Еще раз Сказать В отношении Ленинградской Области О том Что это регион В котором Стартовал Региональный Пилотный Проект По скринингу Не только Колоректального Рака Но и Рака Желудка Который Проходит Под руководством Ректора Северо-Западного Государственного Медицинского Университета Имени Мечника Профессора Сайганова И Председателя Комитета По здравоохранению Ленобласти Жаркова Александра Вячеславовича Причем Обратите внимание Методическое Сопровождение Мы не одни Это делаем Сопровождение Здесь Нам помогает МИД Терапия Профилактической Медицины Вглазе Директором Академиком Российской Академии Наук Оксана Михаил Драпкина Итак Первый вопрос Надеюсь Мы Не только Осветили Но и Убедили Зачем Проводить Эрадикацию И мы Двигаемся Ко второму Вопросу Ко второму Вопросу Как он звучит Кому Уважаемые Коллеги Кому Здесь будет Очень Быстрая Смена Декораций Почему Потому что Наверное Этот вопрос Кому Можно ответить Всем Инфицированным Почему Давайте посмотрим Гайдлайнсы Мастерский Консенсус Говорит О том Что Эйч Пилори Всегда Вызывает Гастрит Независимо От того Есть симптомы Или нет Симптомов И вот Это Смена Парадигмы Мы с вами Когда-то Многие Десятилетия Обсуждали Возможность Бессимптомного Носительства Уважаемые Коллеги Почему Нет симптомов Потому что Гистологию Не делали А если Делать Гистологию То Всегда На фоне Хеликобактерной Инфекции Вы увидите Признаки Морфологические Признаки Гастрита Вот Того Предрака Потому что Воспаление Всегда Заканчивается Атрофией И Это Путь К раку Итак Эйч Пилори Всегда Является Патогеном Для Желудка И Ассоциированный С Эйч Пилори Гастрит Является Инфекционным Заболеванием Представляете Игорь Геннадь К чему Дошли Мы говорим Гастрит Инфекционные Заболевания Смена Парадигма Теперь Я думаю Что те Кто у нас В эфире Инфекционисты Или во всяком Случае Те Кто Сейчас Будет Нам Задавать Этот вопрос Они конечно Может быть И удивятся По этому поводу Но по крайней мере Именно такое Положение И оно Как вы видите Консенсусно Всеми Подтверждено И согласительное В отношении Именно Позиции Которые На сегодня Становятся За прошедшим Уже 30 лет С момента Получения Нобелевской Премии Незыблемы Да Я думаю Что во время Ковида Мы все Стали чуть-чуть Инфекционистами Ну а теперь Гастрит Это тоже Инфекционное Заболевание Такие Медленные Терапевтические Инфекции Мне очень нравится Это определение Ну и посмотрите С позиции Законодательства Российской Федерации Кому Нужно Проводить Эрадикацию Ответ Простой Это Рекомендации Которые Утверждены Минздравом Загружены На сайт Минздрава В разделе Рубрикатор Вы можете Их найти Рекомендации По лечению Гастрита И доденита Всем Пациентам С хроническим Гастритом Положительным Результатом Тестирования Это очень важно Слепой Эрадикации Мы не проводим В качестве Этиологического Лечения Рекомендовано Проведение Эрадикации Хеликобактер Пилори Высокий Уровень Доказательности Ну и На вопрос Кому Всем С язвенной Болезнью Обострением Ремиссии Необследованная Диспепсия При наличии Хеликобактер Пилори Прием Ацетилсалициловой Кислоты НПВП Длительный Прием Ингибиторов Протонной Помпы HP Ассоциированный Гастрит Ранний Рак Мальфлимфома Желудка В качестве Начального Курса Терапии Всегда Эрадикация Уменьшит Воспаление Возможно Уменьшит Степень Выраженности Атрофии Ну и Проблемы Конечно На этапе Кишечной Метаплазии Дисплазии Вот здесь Мы уже Опоздали Что-либо Сделать Но все равно Показана Эрадикация Хеликобактер Инфекции Ну что Я В свою очередь Тоже хотел бы Наверное Здесь Еще раз Резюмировать Что все Пациенты С HP Инфекцией Все пациенты Повторю Считаются Пациентами Априори С хеликобактер Гастритом И как мы видим Здесь в рубрике Черным по белым Написано Что все пациенты С хеликобактер Гастритом Должны Проходить Эрадикацию Но мы же знаем Что все-таки В настоящее время Достаточно большое Количество противников Мы уже про них сказали Но тем не менее Все аргументы Которые Наши противники Эрадикации Хеликобактер Инфекции Задают Наверное Тоже следует Рассматривать В какой-то Ну я не знаю В какой-то Наверное части Может быть Аргументированно Отвечать Но например Все-таки Можем мы сказать Что есть Какие-то ограничения Или те Факторы Которые мы можем Назвать лимитирующими Или есть ли такие У пациентов Вот даже если он Относится к той Или другой Или третьей категории Как вы думаете Противопоказания И коррадикация Вы имеете Лимитирующий фактор Или противопоказания Противопоказания Ну конечно Мы имеем дело С реальными людьми И есть пациенты Которые не переносят Все антибиотики Поливалентная аллергия И даже в этом случае Мы ищем Какие-то Способы Помочь пациентам Пробиотическая терапия Какие-то варианты Подбираем Весьмод трикалия Децетрата Сочетания Без антибиотиков То есть наша задача Добиться уничтожения Хеликобактерной инфекции Но конечно Бывают особые нюансы Особые клинические ситуации А возраст например Вот скажите Были Ну или Какой у вас По возрасту Запомнившиеся Случа Которые Ну например Как говорят Самый-самый долгожитель Или самый Старший пациент Возраст не помеха У меня был пациент Женщина Врач Которая пришла Ко мне на прием Ей было 98 лет Она такая была Действительно Соответствовала Всем критериям Хрупкости Она сказала Знаете Вот я прочла Хеликобактерная инфекция У меня ее выявили Я проверила Сама себя Проведите эрадикацию Вот честно скажу Отропь взяла Страшно было Но провели Эрадикацию Хеликобактерной инфекции И еще был Очень интересный случай Когда наш Известнейший врач Морфолог Пришел и сказал Пролечите мою маму А мама была Тоже уже За 80 лет Поэтому конечно Мне кажется С позиции возраста Не надо оценивать пациента Может быть так случилось И пациент Проживет Многие лета Как патриархи наши 500-600 лет А мы почему-то считаем Что 100 лет Это приговор Поэтому я считаю Что не нужно Этот ограничительный фактор Даже в голову брать Я думаю Я думаю да Но тем не менее Тем не менее Когда встает вопрос О Либо возрасте Мы наверное Всегда Должны С одной стороны Сказать об этом пациенту Полностью Информировать его О рисках С одной стороны А с другой стороны И сами Как доктора Должны понимать Что с возрастом С возрастом Возникает Те ситуации О которых мы уже Немножко сегодня сказали Это необходимость Принимать по поводу Сопутствующих заболеваний Не стероидные Противовоспалительные препараты А антикогулянты К сожалению Которые В совокупности Или вместе С фактором Наличия Хеликобактерной инфекции Условляют Больший риск Много больший риск Как раз Эрозивно-язвенных изменений И даже кровотечений А мы идем к следующему вопросу И уже диагностика Кстати здесь тоже Достаточно много Всяких бывает ошибок И давайте мы Как раз на этом Сейчас и остановимся Как правильно диагностировать И как правильно Очень важный момент Как правильно Оценивать Эффективность Эффективность Проводимой Или проведенной Эрадикации Что же Уважаемые коллеги Конечно Никто не любит Проводить гастроскопию Никто не любит Проводить колоноскопию Все отдают Предпочтение Неинвазивным методам Неинвазивных методов Диагностики Без эндоскопии Достаточно много И на сегодняшний день Референсными Является С13 Урязный Дыхательный тест Кстати В Америке Используют С14 Радиоактивный Дыхательный тест У нас в стране Распространен С13 Обогащенная Мочевина Используется Углеродом 13 Дальше Антитела Иммуноглобулины Класса G Хеликобактер пилори Мы уже перестали смотреть Другие какие-то антитела Уже отработали Эту методику По иммуноглобулинам G Антитела Антиген Вернее H пилори В кале Иммуноферментный анализ Такие методики Тоже считаются Референсными И конечно же Уважаемые коллеги Важно Что актуальным Остается Быстрые Урязные Тесты Они широко Доступны И когда Доктора Проводят Эндоскописты Гастроскопию Как правило Урязные Дыхательные Быстрые Урязные Тесты Используются В рутинной Практике Самое главное Чтобы они были Четко Хорошего Происхождения Имели Чувствительность Специфичность Достаточную Потому что Мы с вами Иногда Делаем Доморощенные Тесты Сами Что-то Смешали И говорим Что этот Тест Отрицательный Или положительный С юридической Точкой зрения Может иметь Определенные Последствия Конечно Для нас Очень важно Культуральные Методы Исследования Важна Морфологическая Оценка Слизистой Увидеть Там можно Хеликобактер Пилори Главное Не перепутать С другими Микробами И сделать ПЦР Диагностику И важно При получении Гастробиопсии Можно сделать Посев С хеликобактер Мало кто Умеет работать Это сложный Микроэрофил Ему требуются Определенные Условия Анаэростат Для того Чтобы микроб Вырос Но тем не менее В научных целях Мы эту методику Освоили И с нашими Коллегами Проводим Я хотела Привести исследование Которому Уже страшно сказать Почти Десять лет Мы взяли 129 пациентов Страдающих Хеликобактер Инфекцией И всем Этим пациентам Сделали Пять Тестов И кстати Идеологом Этого исследования Была Татьяна Алексеевна Ильчишина Она Как раз таки Предложила Сравнить Результативность Тестов И вы видите Что мы Увидели Что тест Это Дает Разную Степень Информативности Мы увидели Что быстроуреазные Тесты Которые С гастробиоптатами Дает Много Ложно Положительных Результатов Но Это тема Отдельной Беседы Этим Слайдом Я лишь Хотела Привлечь Ваше Внимание К Необходимости Аккуратно Интерпретировать Тест Никогда Не бывает Экстренной Эрадикации Срочной Когда нужно Бежать Тут же Начинать Лечение Поэтому Всегда Убедитесь В том Что у пациента Реально Есть Хеликобактерная Инфекция Давайте Очень Кратко Пробежимся По клиническим Рекомендациям Сейчас Мы с вами Уже Знакомы С Маастрихтом Шестого Пересмотра И Кстати Последние Маастрихты Проводились Во Флоренции Поэтому Мы так Их Вальяжно Называем Флорентийскими Консенсусами Четвертое Положение Касается Диагностики Раздела Диагностики Урязный Дыхательный Тест Остается Важным Диагностическим Инструментом Для Хеликобактерной Инфекции До И После Эрадикации Подчеркиваю И Кстати Важно Что Этот тест Должен проводиться С лимонной Кислотой Которая Существенно Повышает Эффективность Диагностики И еще Второй Тест Который Указан В Маастрихских Флорентийских Соглашениях Это Моноклональный Антиген Стули Что же Мы видим В клинических Рекомендациях В 2022 2023 Году Были опубликованы Обновленные Клинические Рекомендации Для лечения Хеликобактерной Инфекции У взрослых И вы видите Что тоже Всем пациентам Для диагностики Проведенной Эрадикации Рекомендуется Дыхательный Тест С мочевиной То есть С13 Урязный Дыхательный Тест Или Определение H-пилори В кале То есть После лечения Мы используем Два этих Метода Антитела Остаются И вот Мы сегодня Говорим об ошибках Игорь Геннадьевич Я думаю Что мы с вами Чаще всего Сталкиваемся С тем Что пациентам Назначает Для контроля Эрадикации Определение Антител Хеликобактерной Инфекции Ооо Эффективность Низкая Что-то Наверное Вы не то делали У вас Опять Антитела Я покажу Сегодня Такой Драматический Пример Который Был В моей Практике И так После курса Эрадикации Дыхательный Тест С мочевиной Меченой С13 Или Антиген В стуле А вот Клинические Рекомендации Минздрава Которые Настоящий Момент Для нас Являются Приоритетными С законодательной Точкой зрения С точки зрения Нашего Ответа За то Как мы лечим Всем пациентам С гастритом С целью Определения Показаний Кэтиотропной Эрадикационной Терапии Необходимо Проведение Тестирования На наличие Инфекции С помощью С13 Урязанного Дыхательного Теста Определение Антигена H-PILORI В Кали Итак Уважаемые Коллеги Обратите Внимание На чувствительность И специфичность Самый Чувствительный И специфичный На сегодняшний День Тест Это С13 Урязаный Дыхательный Тест Это Минздравовские Рекомендации Ну и Принцип Метода Очень коротко Хеликобактер Пилори Уникальный Микроорганизм Его уникальность Заключается В способности Синтезировать Продуцировать Большое Количество Белкового Фермента Урязы И на Этой Особенности Хеликобактер Инфекции Построен С13 Урязанный Мочевинный Дыхательный Тест Пациент Принимает Внутрь Мочевину Которая Содержит С13 Метку А кстати В выдыхаемом Воздухе Мы с вами Сидим Разговариваем Тоже Есть С13 Но Его Очень Мало 1% Если У пациента Есть Хеликобактер Инфекция Которая Вырабатывает Уриазу Это очень важно Чтобы она была Активная Не подавленная Ингибиторами Не подавленная Антибиотиками Тогда Принятая Внутрь Мочевина Расщепляется И Образуется СО2 Но только СО2 Углерод Меченый С13 Он обогащенный Он не радиоактивный Кстати Детей Можно даже Беременных Обследовать По большому счету И так Вот этот СО2 Всасывается Попадает В легкий И выдыхаем В воздухе Мы определяем Концентрацию СО2 С меткой 13 При помощи Инфракрасного Газоанализатора И по Прирощению ДОБ Data Of Base Прирощение С13 В выдыхаем В воздухе Мы уже Судим Есть Хеликобактер Сколько Там Хеликобактер Это Очень важно Еще раз Хочу Подчеркнуть Что для контроля Эрадикации Нужно использовать Дыхательный тест С С13 Мочевина Или антиген H-Pillar В кале Ну или Если проводится Гастроскопия И соблюдены Все необходимые Предосторожности Для того Чтобы не получить Ложно-отрицательный Результат Можно Использовать Различные Эндоскопические Методики С быстрым Урязным Тестом Игорь Геннадьч Вам слово Передаю Итак Мы обсудили Те Методы Диагностики Которые Используются Для верификации Диагноза Для верификации Хеликобактерной Инфекции И самое главное Уже было сказано Что это плановая Процедура Обсудили методы Которые После Эрадикации И нужно доказать Потому что К сожалению Все чаще И больше Попадает Пациентов Которые Либо Сами себя Лечат Либо Им доктора Назначают Повторный Третий Четвертый Курс А некоторые Каждый год Проходят Эти курсы Эрадикации Это просто Какое-то Сумасшествие То есть Это что Называется Из одной Экранности В другую Так вот Методы Мы определили Которые И являются Референсами Для оценки Эффективности Эрадикации Ну а Ведь мы Проговорили И сказали Про атрофии Раз Хеликобактер Внес свой Негативный Вклад Даже Когда он Уходит К сожалению Стадия атрофии Может далеко Быть зашедшая И вот здесь Мы как раз Буквально Несколько слов Хотели сказать О том Что При гастроскопии Если она Выполнялась Можно сделать Биопсию Биопсия Выполняется По системе ОЛГА По ОЛГА Мы так Или по ОЛГА Как мы ее называем Для оценки Степени Воспаления Или В стадии Атрофии Важный Этот момент Но Ведь не всегда Делают гастроскопию И более того Если выявлены Атрофии То не будешь Это делать Каждый месяц Или каждые два Или три Поэтому на сегодня Обсуждается вопрос Возможности Выполнения Так называемых Сирологических Методов Или Сирологических Маркеров Атрофии Которым Относится Пипсиноген-1 Пипсиноген-2 И гастрин-17 Я вот здесь Как раз Хотел показать Что Они кстати Вошли в клинические Рекомендации А здесь я хотел показать Что Мы в своем Исследовании Которое Было фрагментом Того пилотного проекта Которым было сказано ранее Мы попытались Доказать Что Как раз Эти сирологические Маркеры Атрофия Они не только Ценными Могут быть Эффективными Но они Практически Абсолютно Один в один Сопоставимы С морфологической Диагностикой Здесь было 1705 пациентов Жители Санкт-Петербурга Ленобласти Которые в профосмотрах Участвовали Которые мы сделали Выполнили эти Маркеры Атрофии То есть Еще раз Анализ крови Напи Пипсиноген-1 2 И гастрин-17 И мы нашли 90 с лишним Человек у которых 93 если быть точным У которых Эти маркеры Указывали На наличие Атрофии Предложили им Выполнить Гастроскопию Половина из них Практически Согласились Другие отказались Так тоже бывает Так вот Всем тем Кому мы сделали Мы можем видеть Что вот здесь У 98% То есть Только у одного Атрофия Не подтвердилась А так Все Те признаки Которые мы подтвердили С помощью Морфологического Исследования Это вот Первый вывод Нашего исследования Второй вывод Это то Что с помощью Этого вывода Мы смогли Показать Как часто Или какова Частота Распространенности Атрофического Гастрита Вклад Который Основной Вносит Хеликобактерная Инфекция Мы увидели Что это 5,3% На 100 тысяч Человек И еще Один момент Наверное Который Хотел сказать Или который Наши исследования Позволило Сделать Вывод То что Атрофический Гастрит По нашим Представлениям Это возраст Ассоциированное Заболевание К этому Надо тоже Быть готовым Мы видим Что в возрасте 60 лет И плюс В 2,5 раза Риски Атрофии Больше Чем В возрасте 45-59 И почти В 7 с лишним Раз больше Чем В возрасте 18-44 Итак Мы делаем Или мы Планируем Что у пациента После эрадикации Необходимо Выполнить Тесты Или морфологическое исследование Или серологическое исследование Подтверждающее Или исключающее Атрофию И это будет Следующий Наверное Наш вопрос В отношении того Что с этим Тогда пациентами делать Мы Три вопроса Уже ответили И нам остался Один вопрос И немного Кстати Времени Все-таки По поводу Эрадикации Раз Мы сказали Кому Мы сказали Как диагностировать Выделили фокус Группу Кому Нужно проводить Эрадикационную терапию Тогда Как это правильно Сделать И здесь Тоже Достаточно Большое Количество Ошибок Давайте Мы посмотрим Какие же Все-таки Ошибки Могут быть Уважаемые коллеги Такой пациент Пришел Ко мне На прием Молодой Парень 28 лет Диагноз Хеликобактер Эрозивный Гастрит Как лечил Гастроэнтеролог И октовигином И Каким-то еще Препаратами И что Меня поразила Антигельминтная терапия Всем членам семьи В общем Ничего из того О чем мы будем Дальше Фитотерапия С вами говорите Фитотерапия То есть Понятно Что Вот этот Молодой человек Попал К антихеликобактерчику Да Вот Доктору не нравится Эта тема По каким-то своим Соображениям И не важно Что есть рекомендации Минздрава Вот он считает Что так можно лечить Но ошибка Скорее всего Здесь надо сказать Является Вот то невежество О котором вы уже говорили То есть Не только Может быть он и хотел Проводить лечение Но он проводил Абсолютно Неграмотно Абсолютно Потеря времени Извините И финансов Но это очень важно Что ведь мы Верим своим докторам Еще один пациент И это бывает Достаточно часто Когда пациенту Врач На бегу На лету И конечно Зачастую На таких клочках бумаги На таких клочках бумаги Да Была выписана схема Пациент пришел домой Что-то понял Что-то нет Выписал себе Как-то Вот с правой стороны Я ничего не понимаю Это пациент Это пациент выписал Он так решил Так он понял врача И вот так он принимал Ну и Эта терапия была неэффективна Потому что пациент Неправильно понял доктора И так бывает Очень часто У нас нет времени Донести свою мысль До пациента В итоге пациент Как понял Так и лечится А результат Оставляет Желать лучшего Неэффективная терапия Неэффективная терапия А вот это конечно Случай Который меня реально Просто потряс Молодой парень Компьютерщик Из Казани К нам переехал Поверил Нашим питерским докторам И на основании Положительного результата Антител После эрадикации Ему Пять курсов подряд Проводили Эрадикационной терапии За один год Посмотрите До чего долечили Он еле говорил У него язык уже Во рту не помещался Сухость языка И ко мне он пришел За шестым курсом Эрадикации Уважаемые коллеги За правильно Да То есть ему объяснили Что да Вы знаете Идите на кафедру Потому что что-то Не получается У нас справиться С вашими антителами Хеликобактерной инфекции И вот конечно Ну такие случаи Крайне редки Но вот тоже Были в нашей практике Так и в итоге У него не было Не было конечно Хеликобактерной инфекции Мы сделали С13 тест У него не было Хеликобактерной инфекции А такой особенный иммунитет Антитела сохранялись Но ничего в этом Такого нет ужасного Итак Если мы говорим О хеликобактерной инфекции То врачи Гастроэнтерологи Очень большие консерваторы Действительно От 97 года От первого Маастрихта До 2021 года Шестого Маастрихта По сути По набору Компонентов Эрадикации Схемы не поменялись Меняется длительность И меры Которые помогают Повысить эффективность терапии И мне бы хотелось Показать Научно-образовательный проект Который мы реализовали Еще с 2018 до 2019 года В 2020 году мы опубликовали Результаты нашего исследования И приятно отметить Что идеологически Этим проектом Руководил Игорь Геннадьевич Бакулин И Дмитрий Станиславович Бордин И проект был реализован В Москве В Санкт-Петербурге В Ленинградской области В Московской области Вы видите Что вовлечены В этот проект Было 151 доктор Игорь Геннадьевич Ну не могу я это комментировать Комментируйте Да Это был наш проект Наталья Валерьевна Вот были здесь Полноправным Не только участником Но и И соисследователем И Научным идеологом Но о чем речь-то идет О том Как В 2018-2019 году Среди продвинутых гастроэнтерологов Которые были выбраны Для программы Мы помним Что это 150 врачей Которые набрались 1400 с лишним пациентов Вы видите Какое количество Какое количество Или Вариантов Эрадикационной терапии Было предложено 124 варианта Мы иногда Честно говоря Себе не отдаем отчет Но 124 Это имеется в виду В зависимости от дозы В зависимости от последовательности А так тоже было Сначала одно Потом второе Потом третье В зависимости от комбинации От дженериков Оригинальных препаратов Ну и так далее И так далее И еще раз повторю Для нас это просто стало Ну таким большим-большим Откровением Что несмотря на Имеющиеся Опубликованные Утвержденные клинические рекомендации Которые мы говорим С этого года Являются Обязательными Для выполнения Тем не менее Как говорится Кто в лес Кто под рова Вот так Это по-другому нельзя Ну и да Количество дней Кому-то 14 Кому-то 3 недели Кому-то месяц А кому-то повезет И это каждый год Ну честно говоря Нас очень впечатлили Вот эти цифры Это количество схем И скажу честно Я даже вручную перепроверяла Не могла в это поверить Ну как мы вообще Должны лечить на сегодняшний день Какие существуют Различные подходы Антисекреторный препарат Это база Он есть всегда Во всех схемах радикации Сейчас набирает популярность В иностранной литературе Особенно в азиатской литературе Двойная терапия И забегая чуть вперед Могу сказать Что мы начали это исследование И сейчас моя аспирантка Как раз таки подводит итоги Но первые итоги не утешают Но не будем спешить делать выводы Дальше Тройная терапия Когда к антисекреторному препарату Два антибиотика К квадротерапии Четыре препарата Это три антибиотика Либо два антибиотика Плюс висмототрикалия децитрат Антибиотиков мало Мы же говорили Что скупы гастроэнтерологи На фантазии И не хотят в свою практику Пускать для эрадикации Другие антибактериальные препараты Чем мы работаем? Амоксицелином Кларитромицином Метранидозолом Левофлоксацином Стали сейчас Освещать проблему рифобутина Очень аккуратно Прошу быть с рифобутином Все-таки у нас в стране Туберкулеза много И это противотуберкулезный препарат Левофлоксацин Уже сказали Тетрациклин Что еще не сказали? А висмототрикалия децитрат Неудача и эрадикация Это опять-таки Итоги нашей многолетней работы С 2015 года По 2023 год В декабре мы подвели итоги Опубликовали в нашем Вестнике СЗГМУ Кстати, К1 журнал Опубликовали результаты наших исследований И вы видите, что да, конечно Мы стали лучше лечить Хеликобактерную инфекцию Если в 2015 году 40% это неудача терапии То есть эффективность была 60% То сейчас только 13% Неудача терапии Но Эффективность все равно Не достигает 90% То есть нам есть над чем работать Уважаемые коллеги И мы ищем пути выхода Из сложившейся ситуации Вопрос Почему так происходит? Мы искали ответ на этот вопрос Посмотрите Как сильно наши пациенты Отличаются от европейских пациентов У наших пациентов Высокая степень инфицированности Это Результаты С13-урязаного дыхательного теста Так вот Третья, четвертая Степень инфицированности Доминирует Среди наших пациентов То есть так называемая Микробная нагрузка Можем ли мы себе позволить Персонифицированную терапию? Однозначно В формате Рекомендаций для всех страны Нет Потому что нет возможности Высевать Определять Диагностику Проводить чувствительности Но мы к этому стремимся И сейчас ПЦР-диагностика Хорошо Резистентность развивается И конечно Мы чаще всего Идем по пути Эмпирической Антимикробной терапии И об этом говорят Наши клинические рекомендации Минздрава Первая линия ИПП Амоксицелин Кларитромицин Плюс Уважаемые коллеги Акцентирую Ваше внимание На вот этом Обязательном плюсе Меры Повышающие Эффективность Эрадикации Итак Первая линия Выглядит Совершенно четко Вот это Приведено В наших клинических Рекомендациях Мне очень нравится Что есть четкие дозы Четкое понимание 14 дней И не меньше Выбирайте схему В зависимости от того Какой ваш регион И если вдруг Не получилось Бывают Такие ситуации Всегда Очень неловкость Такую испытываешь Перед пациентом Как будто Это твоя вина Итак Терапия второй линии Должна быть Абсолютно Прописана Четко Это либо Классическая Четырехкомпонентная Квадротерапия Либо Ингибитор протонной Помпы Левофлоксоциномоксицелин Висмутатрикалия Децитрат Но Резистентность К сожалению Клеофлоксоцину Растет И мы говорим Об ошибках Я хочу показать Результаты регистра Который проанализировал Ошибки в лечении И в том числе И наших врачей Вы видите Эти результаты Были доложены На 30-й Объединенной Европейской Гастро-неделе Ошибка В качестве Второй линии После неудачи Первой линии Применение Схем с кларитромицином Почти половина Врачей Снова назначает Кларитромицин Это уже Бессмысленно Кларитромицин Не сработает И очень важно Всё-таки Использовать Меры Повышающие Эффективность терапии Их очень много Я думаю Что на всех Мы конечно Остановиться не можем Но самое-то главное Какие? Самые главные Меры Перечислить можно Это конечно 14 дней терапии Использование Лучших ингибиторов Протонной помпы Это Лучшие ингибиторы Протонной помпы Это Рабиапрозол Эзамепрозол Конечно Это Обязательное Использование Висмутрикалия Децитрата Обязательное Использование Пробиотиков Ребомипид Кстати Сейчас мы Начали исследование По изучению Роли Ребомипида И вот В ближайшее время Выйдет статья Мы уже закончили Над ней работать Которая посвящена Анализу Применения Ребомипида В азиатских странах Конечно Просто поражают Вот те результаты Которые опубликованы Я надеюсь Что у нас получится Не хуже результат Да Предварительные данные Применения Ребомипида В схемах Эрадикации Позволят говорить О том Что эффективность Всегда Более 90% И даже Где-то Приближается 95-97% Ну и Опять же Извините пожалуйста Игорь Игнатьевич Все таки Раз мы затронули Эту тему Я бы хотела Отметить Что благодаря Прозорливости Владимира Ильича Симоненкова Мы много лет назад Сделали исследование Которое назвали Бастион Тогда появился Ребогид Первый Ребомипид И мы использовали Ребогид Для комплексного Лечения пациентов То есть добавляли К классической схеме Добавляли Ребогид И получили уже тогда Хорошие результаты Какой? 90%? Да Свыше 90% Эти результаты Конечно Обнадеживают Ну и кстати говоря Вот если Раз уж этот слайд Здесь оказался То После эрадикации Мы надеемся Что она у всех Будет успешной После эрадикации Про атрофию До которой мы говорили Ведь она же может Сохраниться И будет иметь место Поэтому С этой группой пациентов Тоже что-то нужно делать И большое количество Я здесь хотел Наверное тоже Анонсировать То исследование Которое мы начали В нашей кафедре Называется Оплот По первым буквам Видите Оптимизация Лечебно-диагностических Подходов У пациентов С хроническим Атрофическим Гастритом Как раз И почему я Показал здесь Потому что Основным препаратом Выбора Здесь является Как раз Ребомепит В дозе 300 мг В сутки И хотя В соответствии В соответствии С инструкцией Этот препарат Должен приниматься Всего 8 недель Но мы понимаем Что атрофия Тем более Когда это Тяжелая атрофия Или третья Или четвертая Стадия То за 8 недель Она не Может Достичь Обратного Развития И в соответствии С нашими Здесь Как раз Подходами Проведя Процедуру Этической Экспертизы Мы Видя о том Что иностранные Коллеги Рекомендуют И уже Опубликованные Исследования В течение Которые Сопровождаются Или исследования Изучают Эффективность В этом плане Терапии Рибомбидом В течение 12 месяцев И более Мы в этом Исследовании Как раз Тоже Позволили Себе Вести Таких Пациентов С терапией Рибомбидом Длительностью 12 месяцев Надеюсь Что в ближайшее Время У нас уже Будут и Предварительные Результаты Окончательные Которые Мы тоже С удовольствием Будем докладывать Ну и вот В этих Клинических Рекомендациях Еще раз Наверное Да Я думаю Что это Подчеркивает Что Кстати Рибомбид Другие Меры Повышающие Эффективность Эрадикации Отражены Не только В клинических Рекомендациях Минздрава Но и в более Новом документе Практически Без изменений Те же Меры По повышению Эффективности Эрадикационной Терапии Представлены В клинических Рекомендациях От Российской Гастроэнтерологической Ассоциации Ну и Уже завершая Можно сказать Что подходы К лечению Хеликобактерной Инфекции За Десятилетия Не претерпели Существенных Изменений Самое главное Самое главное Это Верить Верить В то Что Мы можем Улучшить Прогноз Пациента Справившись Хеликобактерной Инфекцией И успех Лечения Определяется Правильной Диагностикой Выбор Рациональной Схемы Лечения Своевременностью Диагностики И лечения Ну и конечно Нужно Найти слова Чтобы мотивировать Пациента И в наших клинических Рекомендациях В конце рекомендации Минздрава Есть даже Памятка Для пациентов Ну а Вместо заключения Мы позволили себе Использовать Вот такое Такую цитату Из тех Наверное Тезисов Махатма Ганди Который был Идейным Лидером Индийской нации Даже так говорят Отцом нации Грамм Собственного опыта Стоит дороже Тонны чужих Наставлений Мы надеемся Что вот этот Как раз Опыт Собственный опыт Который мы приобретаем Имеется ввиду Конечно же Клинический опыт Будет в дальнейшем Дополнительным Дополнительным Доказательным Инструментом Который мы используем В своих В своих практической Деятельности На основе Клинических Рекомендаций И так называемой Доказательной Медицины Ну и Наверное Мы захотели бы Закончить После всего этого Таким вопросом Который является Наверное Квинтэссенцией Нашего Нашего Сегодняшнего Вебинара И обращается Ко всем Нашим коллегам Дорогие коллеги А знаете ли вы Свой Хеликобактерный Статус Уважаемые друзья Уважаемые коллеги Мы Заканчиваем Наш Первый Первый Вебинар Первую передачу Посвященную Хеликобактерной Инфекции В рубрике Цикла Междисциплинарной Газцентрологии И Как первый Вебинар Но не как первый Блин Он конечно же Нестолкован На наш взгляд Он прошел Блестяще И это стало Возможно Благодаря гостю Я-то здесь Как руководитель И я знаю Что аудитория Всегда наша С нами Она всегда Всегда Не только лояльна Но и терпима Но вот Благодаря гостю Блестящей И Наталье Валерьевне Бакулиной Благодаря ее Профессионализму Она более 20 лет Уже занимается Хеликобактерной Инфекцией Мы обогатились Сегодня Этими Знаниями Спасибо Что не сказали О держимости Спасибо большое Уважаемые коллеги Мы С удовольствием Сейчас Посвятим Какое-то время Для так называемой Дискуссии И ответим на те вопросы Которые пришли в эфир Давайте мы Будем Зачитывать эти вопросы Для удобства Чтобы все воспринимали Правильно Итак Добрый вечер Расскажите пожалуйста Нужно ли Отменять Ингибиторы протонной Помпы За 2 недели До сдачи Кал на антиген И если да То каков механизм Действия на количество Антигена в стуле Надо сказать Что вообще В принципе Позиция Минздрава Такова Что за 4 недели До выполнения Дыхательного теста Мы За 4 недели Мы должны Отменять Ингибиторы протонной Помпы Или Антибактериальную терапию Что здесь у нас Когда мы говорим О необходимости Сделать Тест На антиген В стуле Наталья Валерьевна Уважаемые коллеги Анастасия Когда мы Тестируем Хеликобактер И методики Основанные На урезной активности Для нас Принципиально важно Отменять Ингибиторы протонной Помпы Мы говорим О том Что за 2 недели Нужно отменить Для того Чтобы урезная активность Хеликобактерная инфекция Восстановилась И не получить Ложно Отрицательный результат Если же мы Используем Например ПЦР Антиген В стуле То Здесь Такой важной роли Отмена Ингибиторов протонной Помпы За 2 недели Не играет Хотя мы знаем Что На фоне Ингибиторов Протонной Помпы Хеликобактер Может себя Не так комфортно Чувствовать И может быть Переходить В коковидную форму И хуже будет Его выявляемость Но вообще Вот эти Двухнедельные Сроки Касаются Именно Уриазных Тестов Ц13 Уриазного Дыхательного Теста Быстрого Уриазного Теста Для них Это Или Например Посева На хеликобактер Для этих Методик Принципиально Важно Для других Не столь Важно Так все-таки 2 или 4 недели Вот здесь Которые мы говорим 2 недели Это тот момент Который Мы можем Обеспечить Или все-таки 2 недели Если речь идет О диагностике Хеликобактерной Инфекции То речь идет Об отмене Ингибиторов Здесь же Не спрашивают О контроле Эрадикации Контроль Эрадикации Осуществляют Через 4-8 недель Или 6-8 недель После отмены Антибиотиков Висмут-трикали-децетрата А здесь Речь идет Об ингибиторах Протонной помпы Ну к примеру Пациент Страдает Гастроэзофагиальной Рефлюзной болезнью Здесь не указано Что может Оттолковаться Так и так Поэтому я Попросил Уточнить Если речь идет Просто Обычно В ограничениях Тесту Это используют Поэтому я Однозначно Это применила К ингибитору И тестированию И представим Себе ситуацию Что пациент По поводу Гастроэзофагиальной Рефлюксной болезни Или профилактики НПВП Гастропатии На фоне Приема Нестероидных препаратов Принимает ингибитор Протонной помпы И возникла Необходимость Обследовать HPL Или статус Пациента Вот в этой ситуации Нужно отменить Ингибитор Протонной помпы И достаточно Двух недель Но я Конечно скажу Крамолу Но это наш Личный опыт У нас Огромнейший опыт Это Десятки тысяч Проведенных тестов И на наш взгляд Даже недели Достаточно Но если Следовать Букве Прописанной В рекомендациях То это Две недели Но наш опыт Показывал Что даже Семи дней Достаточно Для того Чтобы восстановилась Урязная Активность Еликобактерная Инфекция Но не контроль Эрадикации И потом Помним Что инфицированность Нашего Отечественного Пациента Она Много выше Поэтому Может быть Действительно По этой причине Достаточно Евгения Задает вопрос По каким Основным Причинам Пациенты Не соблюдают Назначенную Схему Лечения На самом деле Я думаю Что Те Кто сталкивался С такими Пациентами И проводил Эрадикацию Могут Сказать Что причин Большое количество Начиная От того Что мы На клочках Бумаги Как это Видели Получаем Рекомендации И заканчивая Тем Что у пациента Есть Непереносимость Терапии Непереносимость Компонентов Терапии Или Может быть Вдруг Случайно Кончились Препараты И схема Была Неполной Ну скажем По ингибиторопротонной Помпы А эти Вот купили И вот В магазине Не успели Уехали Куда-то Не знаю В лес На отдых На озеро Ну и так далее И так далее Но самое главное Что мы Должны На что Наверное Обратить внимание Это комплоентность То есть Мы не только Должны Написать Вернее Рассказать Но и написать Да Еще и продублировать Вот Кстати Говоря Если мы Все-таки Забудемся О наших Пациентах Согласен Наталья Валерьевна Что К сожалению Вот здесь Кашу маслом Не испортишь Это точно Порой Нужно Через неделю Попытаться Выйти на связь Или пациент Пусть Хоть как-то СМС Вам отправил Что он понял Он проходит Лечение Очень часто бывает Что вроде И написал И он понял И ты вдруг Спрашиваешь Через неделю Так какую Вы терапию Проходите А он Оказывается Каким-то образом Взял Исказил Да Вот он подумал Что нужно Не таблетку Не дозу А таблетку Не таблетку А упаковку И так далее Поэтому лучше Проверять И перепроверять Вот таких Ситуациях Нам легко Говорить Потому что У нас Работают Наши аспиранты Соискатели Ученых степеней С этими пациентами И конечно У них есть возможность В силу Не такой загруженности Они занимаются Только своей научной работой Контактировать С пациентом Конечно В практикующем Здравоохранении Очень сложно Уделять столько Времени Конкретному пациенту И мне кажется Что можно Брошюры просто Выдавать Это хорошее решение И вот то что сделал Минздрав Вот эта брошюра Для пациента Информация для пациента Это полстранички Но там все четко написано И кстати Вот эти кошмарики По поводу рака Очень четко Изложены Доступным языком Ну что Идем Следующий вопрос Анастасия Какие сведения Нужно Нужно Указывать В направлении На эндоскопии По поводу Хеликобактерной инфекции Но если честно Если взять меня Наталья Валерьевна Я все-таки Говорю о том Что нужно сделать Если мы говорим Про Хеликобактерную инфекцию Я все-таки Предлагаю Сделать биопсию Не с помощью Цитологического Метода исследования А с помощью Морфологии Помимо того Что целесообразно У этой же категории Пациентов Исходно брать И Пять биоптатов По Системе ООДЖИ Это два Изотральные Два из тела И один из угла Желудка Вот я так это делаю А как вы? Я тоже Считаю Что Эндоскопия Без биопсии Это пустая Пустое исследование Пустая трата Пустая трата Времени И она не решает Те задачи Которые мы перед ней ставим Не помогает нам Правильно С морфологической точки зрения Сформулировать диагноз Не дает нам Дополнительной информации Поэтому очень важно Пациенту Когда мы даем Рекомендации Выполнить исследование Написать Вот так и пишу Выполнить биопсию Иногда пишем Выполнить биопсию Из двенадцатиперстной кишки Для исключения целиакии Или Нейроэндокринную опухоль Вы ищете Допустим Вы нашли на фоне Хеликобактерной инфекции С атрофией Высокий уровень Хромогранина И тогда вы напишите Эндоскописту Ваше подозрение Нейроэндокринная опухоль И он уже будет знать Что нужно Поискать И Какое исследование Выполнить Ну и пользуясь случаем Наверное Все-таки стоит сказать Когда все-таки Эндоскопист Выполняет Быстрый В современных Реалиях У посевов На хеликобактер Я здесь без вас Не справлюсь И как скорректировать Терапию С учетом данных Об антибактериальной Резистентности Уважаемые коллеги Конечно Во всем мире Сейчас очень актуально Использование Не эмпирической терапии А именно терапии Основанной На показателях Чувствительности Хеликобактерной инфекции К антибиотикам Но если говорить честно Конечно Мы в основном Используем Бактериологические методы В интересах науки Потому что Работать с хеликобактером Очень сложно Метод Дорогостоящий Эффективность То есть пустые высевы Когда не удается Выделить хеликобактерную инфекцию Это тоже Не редкость И пациенты Очень расстраиваются А кроме того Я бы хотела Процитировать Академика Ивашкина Который очень четко Написал О том Что Не всегда Резистентность Которую мы получили Путем исследования Даже если мы используем Не дискодиффузионный метод Который кстати Чаще всего используют В нашей стране Это неправильно Применительно Хеликобактерная инфекция А даже если мы используем Метод серийных разведений И определяем степень Резистентности Хеликобактер пилори Допустим К макролитных препаратам И левофлоксоцину Вот это В основном То что нас беспокоит Ну тетрациклин еще Тетрациклин Метранидозол То конечно Как пишет академик Ивашкин Это не коррелирует В полной мере С клинической эффективностью Потому что Антибиотик создает Высокие концентрации В слизистой Те же макролитные антибиотики Гораздо выше Чем мы обследуем В лабораторных условиях Поэтому мне кажется Что этот метод Все-таки В рутинную практику В нашей стране Не попадет Что будет Взамен Тестирование Это ПЦР-диагностика И сейчас Дмитрий Станиславович Бордин Очень много усилий Прилагает к тому Чтобы ввести Это в рутинную практику Это будет дешевле Это будет Быстрее И Меньше Проблем будет доставлять Потому что Вероятность Получения Результата Выше Чем При бактериологическом Исследовании Поэтому Я думаю Что Даже если Вы получили Результат Резистентный Кларитромицину Хеликобактера Пилори Все равно Схема В большинстве случаев Будет содержать Кларитромицин Кроме Классической Четырехкомпонентной Когда 28 таблеток В сутки должен Принимать пациент Ну что Идем дальше Юлиана задает вопрос По каким принципам Проводится Эридикационная терапия У пациентов После хирургического Лечения Язвы Ну я Честно скажу Что я бы Наверное Здесь думал бы Это зависело бы Конечно От Так называемого Пособия хирургического Одно дело Это Ушивание язвы Мы здесь Понимаем Одно И в общем Все конституциональные Так скажем Структуры Сохранены И другая история Если вдруг Проводится Более обширная Оперативная Мешательность Вот здесь Какие наши решения Тогда будут Схема терапии Сильно не будет Зависеть От Метода Оперативного Лечения Потому что Анастомоза В том месте Где сшивает Формирует Анастомоз Возникает Анастомозит И вот там Оттуда мы Выделяем Хеликобактерную Инфекцию Поэтому конечно Нужно Проводить Эрадикацию По всем Канонам То есть Схема Не Отличается Что Томилось Это вопрос Что нужно Учитывать В плане Сочетания Лекарств Приемами Пищи Ну если Позвольте Я думаю Здесь Вопрос Конечно Мы Не столько С пищей Сколько Даже между Собой Они могут Иногда Взаимодействовать Условно В частности Препараты Висмата Поэтому Рекомендуется Расписать Пациенту Прямо По часам Ну например Инструкцию К препарату Тому или другому Мы видим Те или иные Рекомендации В частности Тот же Препарат Пробиотик Рекомендуется За час За 30-60 минут До еды Ингибиторы Протонной Помпы За 30-40 минут До еды Препарат Висмата За 15 минут До еды Вот так Это получается Потом Прием пищи И потом Два Препарата Если антибиотика Так называемого Терапия С 5-ти Плот Препарат Ну надо Отметить Что Ни Кларитромицин Ни Амоксициллин Не имеет Никакой Ребонепит То есть Есть препараты Биодоступность И Фармакодинамика Которых Зависит От приема пищи Игорь Геннадьевич Уже подчеркнул Ингибитор Протонной Помпы Висмата Трикалия Дестрат Пробиотики Это те препараты Которые требуют Соблюдения Каких-то интервалов Применительно К пище А вот Антибиотики Те которые мы Используем Для эрадикации Они не зависят Так Следующая Диана Каких моментов Злокачественное Новообразование Речь идет Конечно же О желудке Речь идет О дисплазии Допустим Высокой степени И уже Раке желудка Но наверное Вот здесь Как раз Нужно помнить О том что Если можно Я начну С стадии Как я и говорил Третья-четвертая Это К сожалению Группа риска Вообще Так называемая Система лучше Это как раз Она была В общем Создана Для определения Группы риска Рака Желудка И В пять раз Эти пациенты Демонстрируют Большее число В дальнейшем Рака желудка Нежели пациенты Без атрофии Третьей-четвертой Стадии Так вот Такой мониторинг Вот наверное Что позволит На мой взгляд Вот именно это Так ведь Мне кажется Что здесь еще Уместно вспомнить Рекомендации МАПС Европейские рекомендации Поведения пациентов С изменениями В слизистой Желудка И там четко Прописано Какой Кому раз в год Кому раз в три года Сколько раз Периодично В зависимости от Выраженности Метаплазии Дисплазии Следующий Ну и кстати говоря Я думаю Что не пропустить То есть Профилактика Наверное Должна быть Тоже и активная Ну что Мы будем Каждый день Сидеть Или там Ждать Как у нас Атрофия Разольется Или нет Поэтому конечно Во всех Властях Онкологии Принято В общем По возможности С позиции доказательной Медицины Активная тактика Онкопревенция И вот здесь опять Можно сказать Что препарат Ребомепит Согласно Практическим Рекомендациям Которые Опубликованы В 22 году Назван Препарат Назван Так называемым Препаратом С Онкопротективным Да Онкопротективным Препаратом Канцерпревенции Как раз Препарат С помощью которого Мы рассчитываем Достигать Регресс Атрофии Даже кишечную Метаблазию Даже в ряде Случаев По данным Наших коллег Зарубежных И даже Регресс Дисплазии Галина Задает вопрос Следующий вопрос Какую информацию Может дать МРТ Живота То есть брюшной полости Как мы переводим При хеликобактерной Инфекции Я сразу улыбнулась Галина У меня такая Ассоциация возникла Там хеликобактер Подмигивает нам Да Своими жгутиками Но я думаю Что только если Осложнение Если мы подозреваем Рак Конечно хеликобактер Маленькая инфекция Которая в слизистой И Вот такой Конкретной информации Которая нам Поможет изменить Тактику Если нет Онкологического Процесса Мы не получим Это МРТ В плане Хеликобактерной Инфекции То есть это Не адресный метод Для диагностики Хеликобактерной Инфекции Ну по очереди Зададим вопрос Наверное Вот здесь От Нины Какая тактика При упорном Сохранении Симптомов На фоне терапии Имеется ввиду Наверное Симптомы Все-таки Не побочных Эффектов А речь идет О симптомах О симптомах Которые Демонстрирует Пациент С которым пришел На фоне чего Была Установлена Как раз Хеликобактерная Инфекция Но здесь Наверное Надо сказать Что гастрит Это все-таки Вот здесь У нас Может быть Активно Не звучало Сегодня Но гастрит Это понятие Морфологическое И в большинстве Сегодня экспертов Сходят Сво мнение Что все симптомы Они как раз Не связаны С самим Тогостритом Так ведь В большинстве Своем Они связаны С так называемой Симптоматикой Диспепсии Которая На этом фоне Ну может быть Для кого-то Это покажется Игрой слов Но тем не менее HP Или хеликобактер Ассоцирован Диспепсии И по большому счету С одной стороны Это Та Ситуация Которая Разрешится После Эрадикации Успешной Эрадикации Но может так быть Что во время лечения И после лечения Хеликобактер Мы убрали Симптомы действительно Остались И тогда Здесь встает вопрос Связаны ли были Эти симптомы Конкретно С хеликобактерной Инфекцией И если эти симптомы Действительно Сохраняются То как правило Мы обсуждаем Что и говорим О том Что это Симптомы Не связаны А имеют Собственную свой генез И чаще всего Мы В зависимости от Симптоматики Можем здесь Говорить о Функциональных Расстройствах В том числе И функциональных Диспепсий И функциональных Нарушений Билярного тракта Или их комбинации В том числе Возможные комбинации Или мы говорим Коморбидности С синдромом Разраженного кишечника Вот я наверное Так это думаю И даже я бы В этой ситуации Задумалась Над другими Органическими Заболеваниями Не связанными С желудочно-кишечным Трактом Которые имеют Симптомы Похожие На желудочно-кишечные Заболевания У нас есть Мне так Понравился вопрос Просто От Ксении Какие вопросы Задать пациенту Чтобы оценить Приверженность к лечению Но Ксения Это вообще Просто 5 баллов Это высший пилотаж Да Врут пациенты Понимаете Приходят Они готовы Тратить деньги 2-3 раза Обследоваться На хеликобактер Приходят Говорят Доктор Я принимал Все ваши лекарства Видите Опять хеликобактер плюс Начинаешь сдавать Висмутрикалия децитрат Всегда окрашивает Кал в черный цвет Спрашиваешь Стул у вас был Какой Ой прекрасный Какой младенец Коричневый Ты понимаешь Что уже Не принимал Висмутрикалия децитрат Если Пациент Принимал Препараты Кларитромицина Либо Какие-то другие Но чаще Это кларитромицин У пациента Возникает Горечь во рту Это практически Всегда Такой симптом Возникает И если Пациент Прекрасно Перенес терапию Хочется сказать Не верю Я порой Прошу пациента Ну может быть Такой Который вообще Ничего не чувствует Я прошу пациента Принести блистеры Для того Чтобы убедиться Что он пил Как он принимал Пересчитывая Эти блистеры Ну я возвращаю Пациенту Да Наталья Валерьевна Богатый опыт Участия в клинических Исследованиях Там где блистеры Сдаются Поэтому это Имеет Две таких Цели И с одной С одной Сдать Блистер Но и Заодно И посчитать Количество Таблеток Ну что Я думаю Что тут Наверное Не есть перечень Тех вопросов Может быть У Ксении Есть какие-то Свои Наработки Я думаю Что у каждого Доктора Есть свои Наработки В отношении Оценки Приверженности К лечению Причем Это зависит Не только От Скажем Этой терапии А в Приверженности К любым Вариантам Хронических Хронических Заболеваний Слава Богу Что Эрадикационная терапия Длится не год Не два С годами Как мы знаем Со временем Приверженность Всегда К сожалению Снижается Здесь всего Короткие курсы Надо настроить Пациента На борьбу За то Что вам Потом Это все Как говорят Брось хлеб Вниз По течению Он к тебе Вернется с маслом Так и здесь Мы будем надеяться Что после этого Мы сбережем Его здоровье И предупредим От многих 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 Бед Которые могут В дальнейшем Могли бы встретиться У него на пути Уважаемые друзья У нас Вопросы Все таки Все Будет ли Захранена Запись Эфира Традиционно Все вебинары На Первом Мед ТВ Сохраняются И Будут Выложены В соответствующих Соответствующих Наверное Полочках В архивах Уважаемые коллеги Позвольте Вас Еще раз Поблагодарить И за Ваше внимание И за ваши вопросы Поблагодарить За ваше Внимание За участие И конечно Я еще раз Хотел сказать Огромное спасибо Нашему гостю Профессору Бакулиной Наталье Валерьевне Она Просто Не только Я считаю Лучший Один из лучших Специалистов В стране По данной Проблеме И все Те Смогли Найти Время И Услышать Мнение Натальи Валерьевны По Хеликобактерной Инфекции Я думаю Что Сегодня Вооружены И Знают Как Бороться С этой Бактерией С этим Заболеванием Всего доброго Мы закончили Спасибо До свидания До свидания